Очередное стихийное бедствие Очередной раз улицы и переулки Одессы Перевратились в бурлящие реки А водители легковушек Впали в сожаление и задают себе вопрос Почему я не хозяин джипа? Хотя полагаю ошибается В таком вот водовороте иранжировер мог бы заглохнуть Но это уже тема для автолюбителей Как всегда в таких случаях посыпались обвинения Разумеется в первую очередь досталось господину Труханову и его команде У меня нет причин быть адвокатом Геннадия Леонидовича Тем более факта налицо Были реки на улицах? Как были? Ливненая канализация не работала? Не работала Нет, можно конечно ссылаться на вывод местного гидрометцентра Подчеркнувшего, что за короткое время на город выпала месячная норма осадков Что это стихийное бедствие Но почему эта ситуация должна волновать обывателя? Одесситы правильно мыслят Ибо состояние ливневой канализации в разговорной речи ливневки Головная боль любого городского правительства еще со времен Советского Союза В конце 80-х мы с моим коллегой по вечерней Одессе Володей Монастырским Сделали цикл публикаций, касающихся этой темы Рассматривали ситуацию, так сказать, комплексно Я со стороны отдела экономики писал о предложении промышленникам Которых обвиняли в использовании предприятиями питьевой воды для нужд производства Монастырский городская жизнь Шел дальше Разрабатывал необходимость серьезной реконструкции городской ливневой канализации Которые не занимались со дня ее существования в Южной Пальмире Именно тогда было сформулировано предложение, которое судилось с тому, что предприятия обязаны соорудить у себя так называемый замкнутый цикл Не выбрасывая в ливневку стоки, в которых присутствуют элементы тяжелых металлов Проводить очистку, а потом использовать эту воду снова в своих целях Словом, очевидно, не только экономия воды ее брали из водопровода Но и поднималась на щит экология, охрана окружающей среды Задача Володи Монастырского была, так сказать, заземлена Одесса строилась с размахом Почему бы под такой размах не выбить деньги на реконструкцию ливневой канализации в Старом Городе Точнее, в его историческом центре Увы, но все эти предложения остались лишь на бумаге И в бесконечных заседаниях круглых столов, проводимых и газетой, и властью Денег на реконструкцию никто не давал Предприятия отделались обещанием привести в порядок выброс стоков Хотя в сегодняшней ситуации о создании ливневки для промышленности нет смысла говорить Промышленность исчезла, а та, что есть, дышит наладой Мы бы своим работникам зарплату вовремя выплачивали Но вот что поражало В Одессе во время последней каденции в должности городского головы Эдуард Гурвец широко занимался реконструкцией дорог Ему это до сих пор ставят в плюсы, как венец хозяйствования До Эдуарда Васича такими же проектами занимался Руслан Борисович Бадылан Хотя об этом практически никто не говорит Даже проезжая по Балковской Так вот, ни первый, ни второй не морочили себе головы проблемами реконструкции А кое-где и строительство этой самой ливневой канализации Между тем очевидно, что там, где нормально не работает эта самая ливневка Состояние дорожного покрытия Даже при соблюдении всех технологических норм его укладки Обречена на короткую жизнь Когда в воде некуда уходить То она начинает размывать поначалу подушку А потом и асфальт, который эту подушку покрывает Словом, если нынешнее городское правительство продолжит политику своих предшественников То о хорошем состоянии одесских дорог можно забыть Без ливневки они обречены на разрушение Редактор субтитров А.Семкин